Подключили вчера, но грозило нам это уже давно, как объясняет председатель еще, что долги тянутся с другого председателя, но эти долги почему-то никак не гасятся, хотя деньги сдаются постоянно, сдаются свыше, сдаются на погашение. Чем грозит, что мы будем без света, пока не погасится 660 тысяч. Сегодня я ездила в Акумова к председателю, он сказал 660 тысяч. Сказал, отключение будет, все равно оно будет, пока не отдадут все деньги. Как нам жить? Что нам делать? Как мы с ребенком? Есть варианты, чтобы вам подключили твероанарогазбыт, свою линию привели, но это где-то через год. А что дальше, мне никто ничего не объясняет. Вот как-то так. Но вы за электричество платите исправно, да? Конечно. И еще говорят, сверху с вас собирали, да, деньги? Да, по 3 тысячи сверху, вот с зимников собирали сверху. Председатель проблему всю эту начал решать только с сентября месяца, когда с того года, когда дачники уехали все, получается, весь сезон она ничего не занималась, долги копились, только уезжают дачники. Это основные, получается, как бы, ну, основные люди. А когда все уехали, 23 человека, которые деваться некуда, она начала с нас требовать и грозить, что мы отключим вам свет. Ну, как-то так. А она говорила, есть решение суда или нет? По-моему, да. Но не показывала, да? Нет, нам ничего не показывала. Собрание было, потом повысили они нам киловатты, повысили. Хотя на каком основании я была не согласна, потому что я отапливаюсь именно электроэнергией. Для меня это очень тяжело, как бы, я вот, ну, не работала на тот момент. И, получается, 4,56 мы платим за киловатт. Это очень дорого. В месяц сколько у вас, получается, за электроэнергию вы платите? У меня, как бы, если экономить, сейчас мы начали готовить 7-8 тысяч я плачу за электроэнергию. Это в зимний период времени, в летний, получается где-то 3 тысячи, где-то так. Ну, 2,5-3, в зависимости, опять же, от пользования электроприборами. Ну, в результате, сейчас у вас дома холодно, да? Сейчас дома 14 градусов, и нету, как бы, ни воды у нас, потому что скважина своя, нету, ни сходить, ни помыться ребенку, ни в туалет не сходить нам. Ну, все отключено, полностью все. Здесь живет порядка 40 человек или больше? Ну, порядка 40, да, я думаю. Дети еще есть, помимо вас? Конечно, здесь и вот там живут, у нас, на нашем участке, потому что они разделены под участки, 1, 2, 3, на нашем участке живут 4 семей с детьми, которые лично я знаю, может быть, там еще живут. Тоже дети есть и маленькие, есть женщина беременна, которая только-только вот рожает сейчас буквально на днях, а мы большой живут, тоже они живут постоянно, дошкольники, много детей. Тели якобы за неуплату. Говорят, что очень большой долг. Хотя у нас у всех проплачено. У вас трое детей, да? У меня трое детей. Как сейчас дома, вот без света? Холодно, вот генератор. Ставлю, когда домой приезжаю, ставлю генератор, поэтому с ребенком сейчас вот, пока у соседа сосед дома, потом сейчас заберут, потому что дома холодно. А генератор я ему одному как-то включу и уеду, чтобы пожар или еще что-то было. А с водой как у вас? Артезиация? А вода тоже у меня от скважины. От насоса, да? Да, нет воды, нету света, нету ничего, не постирать, ничего. А что в ответ на ваши претензии, возмущение говорит председатель корпоратива? Оплатите, говорит. А вы платите? Да. У нас все оплачено каждый месяц, вот выходной опять ездила, оплатила. У нас у всех оплачено. Сколько вы месяц платите примерно за электричество? Примерно, у нас выходит где-то, ну вот прошлый месяц было, когда прохладно, у меня вышло 6 тысяч. В этом месяце, вот это получается, я платила за март, у меня вышло 3 тысячи. Вот 6 тысяч это без учета, вот этих 3 тысяч, которые собирают дополнительно, говорят, да? Это без учета. Ага. Еще дополнительно они берут. Но я не плачу, откуда у меня такие деньги? Ну вы платите за то, что потребляете, правильно? За то, что потребляю, да. Ага. Вы здесь постоянно проживаете, да? Мы прописаны здесь. У нас прописка, все официально.